Всем привет! Сегодня третий день владения прекрасной печки Рамит. Распаковочку мы могли уже смотреть на канале. И сегодня будем готовить курицу для чайников. Итак, я начинаю. Поехали! Значит, курица для чайников. Это, собственно, покупаете курицу весом от 1,5 до 2 кг 200 г. Ну, в общем, обычную бройлерную курицу. Вот она. И берете самые известные приправы, которые у вас есть в доме. Можно немножко чуть горчички. Нужно обязательно сладкой паприки, немножко смеси перцев, чеснок сушеный. И я чуть-чуть добавил приправки для свинины. На самом деле, маркетологи и кулинары, типа приправа для курицы, приправа для свинины, нормальная. Если нету отдельно для курицы, можно положить для свинины, но совсем чуть-чуть для того, чтобы это все дело друг другу не мешало и только добавляло вкусу. Немножко соевого соуса. Собственно, соли по вкусу. И все, оставить мариноваться часа на 2-3. После этого продолжим. Курица для чайников темой отличается, что вот такое вот прекрасное блюдо уже, собственно, очень вкусно пахнет. Происходит от того, что вы просто добавляете то, что у вас есть, по сути, дома. Обычные приправы, обычный соевый соус. Единственное, что не у всех может быть дома, это сладкая паприка, собственно. Но если что, сбегайте в ближайший овощной ларек, купите. После того, как вы посыпали все имеющиеся у вас вкусные приправки на курочку, обязательно сделайте ей небольшой массаж. Так как у вас есть чуть-чуть жидкости, связанные с соевым соусом, прямо вот так вот, прямо вкусненько, вот так вот приятненько. Сделайте курочки перед ее финалочкой в замечательной духовке от компании Рамит. Курица для чайников, она очень вкусная будет. Вот я прям чувствую, что очень вкусная. Чем вкуснее приправы, тем вкуснее курица для чайников. Больше ничего не надо делать. Просто добавьте приправ и сделайте массаж курицы. Значит, друзья, лайфхак. Для просмотра этого видео, пожалуйста, приготовьте себе какой-нибудь бутербродик или что-нибудь вкусненькое покушать. Налейте чаечку или кофеечку, может, какаушку. И добро пожаловать. Ну, так как мы живем в загородном доме, и у нас есть возможность посадить розмарин. Это очень вкусное вот такое вот кустовое растение. Мы сейчас это запихаем вовнутрь курицы и положим под ее ноги. Для того, чтобы это все дело мариновалось. Некоторые это рубят, но для того, чтобы это потом не запеклось. Поэтому мы прямо вот такими вот палочками это все дело добавим. Розмарин. Если у вас есть, если есть такая возможность, тоже добавляйте. Ну вот, собственно, маринад для курицы, для чайников готов. Сейчас курочка пролежит так 2-3 часа. И во второй половине дня, после 3-4 дня, мы начнем ее готовить. Приблизительно вообще для каждого килограмма курицы 1 час приготовления. Но посмотрим, как справится эта замечательная духовка. Аромит. Есть здесь специальный режимчик. Жареная курица. Ф9. Жареная курица. Посмотрим, сколько понадобится времени для того, чтобы приготовить курицу для чайников в духовке Аромит. Итак, дорогие друзья, продолжаем готовить курицу грит для чайников. Несколько часов мариновалась курочка. Одели на специальный вертел. Зафиксировали специальными вот такими щупами. И тут дополнительный бонус для тех, кто будет готовить по этому рецепту. В рекомендациях от компании Аромит сказано, что сюда надо постелить либо пергамент, либо еще что-то. Соответственно, на нижний ярус, чтобы у вас жир, который будет стекать с курицы, он не запачкал непосредственно саму духовочку. Но мы решили пойти дальше и сделали вот такое вот овощное азу, рагу или как хотите. Это будет как раз-таки на самом-самом нижнем ряду. Сюда будет стекать сок от курицы. Соответственно, будет приготовляться все вместе с курочкой. Вот она курочка. Сейчас поставим ее непосредственно в духовочку и будем делать. На самый нижний ярус мы поставили наши с вами овощи будущие. Овощи гриль, можно так сказать. Ну и сейчас просто курочку запихаем в духовочку. Продолжаем. Курочка у нас находится прямо в духовочке. Здесь мы выбираем программку согласно рекомендациям. Это, по-моему, F11, если я не ошибаюсь. Жареная курица. F9. F9 жареная курица. И начинаем готовочку. Кстати, тот соус, который остался на овощах, периодически, скорее всего, просто будем добавлять туда. Или, ну, если не пригодится, соответственно, выкинем. В общем и целом, друзья, по итогу у нас получается вот такая вот красавица курочка-гриль. Снял с вертела для того, чтобы продемонстрировать, что у нас здесь все пропеклось. Просто даже ножом не требуют резки. Все отдельно. Это самое, кстати, труднодоступное для приготовления место. Все просто отходит. Отходит от, скажем так, скелетика. И поэтому вот такая вот она румяненькая, красивенькая получилась. Пожалуйста, готовьте с удовольствием, готовьте вкусно. Курочка-гриль для чайников к вашему. А вот эти овощи-гриль, которые были под курочкой. Они все пропитались куриным соком. Сейчас поставил на дополнительное завяривание для того, чтобы создать, создалась симпатичная корочка. Как вы видите, она вот уже катифоночку с ним дается. Продолжение следует... Продолжение следует...